Спасибо большое, прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Нам предстоит сегодня обсудить проблемы, которые находятся в центре внимания правозащитного сообщества. Я очень рассчитываю, что наш разговор, как всегда, будет нацелен на результат, на принятие необходимых решений. Но прежде всего, уважаемые коллеги, я предлагаю почтить память Елизаветы Петровны Глинки и Данила Павловича Дондурея. Минуты молчания отдать им нужно. Спасибо. Со временем нашей прошлой встречи у нас не было возможности вместе отдать дань памяти этим ярким, прекрасным людям, много сделавшим для страны и для общества. И, разумеется, для нашего Совета это, безусловно, очень большая утрата. В своей деятельности Совет затрагивает самые различные сферы, наиболее актуальные и острые вопросы, вносит значимый вклад в объективное отражение ситуации с обеспечением прав граждан. Важно, чтобы Совет и дальше оставался чутким барометром общественных настроений и уделял повышенное внимание тем проблемам, которые волнуют большинство людей. Правозащитным институтам и государствам необходимо совместно работать над тем, чтобы эти базовые права неукоснительно соблюдались, чтобы люди реально ощущали уверенность в своей социальной защищённости. Далее. На нашей прошлой встрече поднимались вопросы, касающиеся некоммерческих организаций, выполняющих функции так называемых иностранных агентов. По моему поручению и по предложениям, которые были сформулированы многими из вас, была проанализирована правоприменительная практика по отношению к таким НКО. Активное участие в этой работе приняли Татьяна Николаевна Москалькова и Михаил Александрович Федотов. Сейчас в реестре иностранных агентов почти в два раза меньше таких организаций. Их количество сократилось со 165 до 89. Это всего 0,39% от общего числа НКО, зарегистрированных в Российской Федерации. При этом в 2017 году в реестр внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 году. Конечно, это было бы невозможно без изменения позиций самих некоммерческих организаций. Как вы знаете, для исключения из реестра надо либо прекратить заниматься политической деятельностью, либо отказаться от получения иностранных денег. И НКО достаточно активно идут именно по второму пути. Тем более, что сейчас созданы благоприятные условия для того, чтобы не искать деньги на стороне, за рубежом, на политическую деятельность, а получить финансирование в России. За последние пять лет только в рамках президентской грантовой поддержки на развитие НКО направлено более 22 миллиардов рублей, а ежегодный объём финансирования вырос в семь раз. Дорогие коллеги, наша встреча проходит в День памяти жертв политических репрессий. Сегодня будет открыт мемориал «Стена скорби». Его создание – результат инициативы Совета, как и выработка самой концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. На открытие памятника, особенно актуально в год столетия революции, рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ. Станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть, с её великими победами и трагическими страницами. Не сомневаюсь, Совет и в дальнейшем будет работать на объединение наше общество, выступать объективным, мудрым арбитром при разрешении любых, даже самых сложных проблем. Позвольте передать слово Михаилу Александровичу. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо за ваши добрые слова о Елизавете Петровне и Даниле Борисовиче. Согласитесь, что они оба были преисполнены той жертвенности, а мы сегодня в День памяти жертв политических репрессий будем много говорить о жертвах, Так вот, они были преисполнены той жертвенности, которая двигала и многими советскими правозащитниками, ставшими реальными жертвами политических репрессий. Сегодня все мы будем участвовать в открытии общенационального мемориала. Но завершен ли процесс реабилитации жертв не в узкоюридическом, а в широком человеческом смысле, в смысле восстановления того, что было утрачено? Всем ли возвращены их рукописи, их заслуги, их доброе имя? Например, Андрей Дмитриевич Сахаров был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда за свою научную деятельность. А в январе 1980 года Андрей Дмитриевич Сахаров был лишен этого звания за свою правозащитную деятельность. И до сих пор эта несправедливость не исправлена. Скоро исполнится сто лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. И у нас есть конкретные предложения, как можно было бы отметить юбилей этого великого ученого и правозащитника. В каком-то смысле все мы стали жертвами политических репрессий недавнего прошлого. Настолько глубоко засели в нас податливость пропаганде, страх перед начальством, иждивенчество, нетерпимость. «Разобщенность человечества грозит ему гибелью», – писал Андрей Дмитриевич Сахаров. «Разобщенность общества столь же опасна. Только через честный диалог, через всеобщее пропагандистское разоружение, через уважение человеческого достоинства, через солидарность перед лицом общих угроз можно прийти к настоящей реабилитации нашего общества, к восстановлению его жизненных сил». В следующем году весь мир будет отмечать 70-летие всеобщей декларации прав человека. Наша Конституция вобрала в себя весь потенциал декларации, но в практическом плане нам еще предстоит решить много проблем. Вот почему мы предлагаем разработать национальный план действий в пользу прав человека, чтобы на перспективу распланировать законодательные и иные усилия, нацеленные на достижение реального прогресса в обеспечении всего спектра прав человека. Одновременно нужно будет предусмотреть механизм открытого общественного мониторинга за реализацией национального плана действий. В этом плане должно найтись место и для тех, кто считает себя жертвами несправедливости. Несправедливости, проявленной судьями, следователями, губернаторами, мэрами, руководителями предприятий и организаций. Сразу вспоминается прозвучавшее на прошлой нашей встрече предложение Тамары Георгины Морщаковой об учреждении Института независимого прокурора. К сожалению, дальнейшего развития эта идея не получила. Но проблема восстановления справедливости не может оставаться нерешенной. Вот почему есть идея попробовать подойти к этой проблеме с другой стороны. Если нельзя создать независимого прокурора, то можно попробовать обеспечить независимость прокурору. Поэтому предлагается дать прокурору право возбуждать уголовные дела, когда речь идет о защите прав и свобод человека и гражданина. Выступать в защиту прав граждан по гражданским делам в любой инстанции. Знакомиться со всеми материалами уголовного дела на стадии предварительного следствия. Давать предварительное согласие на обращение следователя в суд за санкции на арест или производство обыска. Одновременно следовало бы ввести обязательно ежегодный отчет прокуроров перед населением. Чтобы жертв было меньше, нужны пожертвования на их защиту. Вы сказали, Владимир Владимирович, что значительно увеличена сумма грантов на поддержку некоммерческих организаций. Это абсолютно точно. Но я предлагаю подумать над тем, чтобы фонд президентских грантов смог получать и распределять на конкурсной основе не только бюджетные средства, но и пожертвования отечественных и зарубежных корпораций, заинтересованных в развитии российского гражданского общества. Это особенно важно для правозащитных организаций, поскольку российские благотворительные фонды поддерживать их боятся. А брать деньги у иностранных фондов значит записываться в иностранные агенты. Уважаемые коллеги, наша сегодняшняя встреча проходит в условиях жесткого дефицита времени. К 17 часам нас всех ждут сотни людей на открытии мемориала жертвам политических репрессий. Ждут на проспекте Академика Сахарова, на холодном ветру и под дождем. Среди собравшихся немало бывших узников ГУЛАГа, людей, мягко говоря, не молодых. Поэтому я максимально сократил свое выступление и прошу всех докладчиков сделать так же. Или как минимум строго соблюдать отведенное время. И еще просьба к вам, Владимир Владимирович. Найдите, пожалуйста, возможность еще раз встретиться с Советом весной, чтобы мы могли вам доложить результаты мониторинга президентской избирательной кампании. Ну и поговорить уже спокойно, без спешки на другие правозащитные темы. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Некоторые коллеги предлагали сегодня прекратить трансляцию, а потом опубликовать письменный доклад, стенограмму. Но я не вижу необходимости. Давайте мы трансляцию продолжим до того момента, пока будем работать и все. Просто мы обычно во времени себя не ограничиваем, часа по два, по три здесь дискутируем. Сегодня будет покороче, ну и что? Пускай трансляция идет, если нет возражений, конечно. Конечно. Спасибо. Договорились. Людмила Михайловна, пожалуйста. Уважаемый господин президент, как правозащитник с более чем 50-летним стажем, я и буду говорить о том, что меня, как правозащитника, волнует. О процедуре помилования, введенной вами, Владимир Владимирович, в самом конце 2001 года. Это совсем немногоступенчатая процедура. Всего три инстанции. Сначала, естественно, осужденный пишет просьбу о помиловании. Затем надо получить заключение от руководства колонии. Просьба о помиловании с этим заключением поступает в региональную комиссию по помилованию и с ее заключением в администрацию президента. Там готовят список на помилование для президента, который по нашей Конституции единственная в стране имеет право помиловать. Все правильно в вашем указе. Процедура короткая, без бюрократии. В регионах лучше знают, кого у них надо помиловать, поэтому разумно передать им право в этом разобраться. Но указ был издан 15 лет назад, и уже можно подвести итоги по новой процедуре. А получилось, Владимир Владимирович, что вы, предоставленные вам, только вам право, добровольно передали совершенно неизвестным вам людям, членам региональных комиссий по помилованию. А кто эти люди? Их назначают губернаторы. Они отправляют в эти комиссии своих людей. А назначения эти очень хлебные. Ведь когда человек попал в заключение, ни он, ни его родные и близкие ничего не пожалеют, чтобы его оттуда вызвали. Я ничего плохого не хочу сказать ни о членах по помилованию, ни о губернаторах. Я, например, бывшего губернатора Кировской области, господина Белыха, много лет знаю. Еще когда он был всего лишь средней руки бизнесменом. И когда губернатором стал, тоже общалась. Могу поручиться. Он взяток не брал, не такой человек. А вот из региональной комиссии по помилованию я никого не знаю. Даже из мастовской. Среди членов комиссии по помилованию наверняка могут найтись нечистые на руку люди. Это просто здравый смысл подсказывает. Уж очень место хлебное. Конечно, Владимир Владимирович, вы сами не можете отбирать людей на помилование. Кому-то вы должны это поручить. Но вы можете сами отбирать людей для такого поручения. Это должны быть люди и вам, и многим россиянам известной хорошей репутации. Чтобы ни вы, ни наши сограждане не сомневались в их бескорыстии. Еще это должна быть общественная работа. Значит, бесплатная. А работы тут много. Но главное, это должен быть совет по помилованию при президенте. Только вы обладаете этим правом и не преддоверяете его никому. Благодарность за помилование должна относиться только к президенту и никому более. Владимир Владимирович, несмотря на свое жалкое колясочное существование, Я готова войти в такой совет, если, конечно, вы на это согласитесь. Члены такого совета должны быть известны всей стране. Кто, я полагаю, отвечает этим требованиям? Скажем, актриса Чулпан Хаматова или депутат Госдумы Галина Петровна Хованская, сенатор Владимир Петрович Лукин, прежний уполномоченный по правам человека, известный людям по телевизиению Николай Карлович Чепанинцев, бывший уполномоченный по правам человека в Москве Александр Ильич Музыкантский. Но лучшим всех вам поможет определить таких людей Татьяна Николаевна Москалькова. Она таких людей знает не только по своей нынешней должности, но и потому, что она прежде много занималась вопросами помилования. И на нынешней своей трудной должности она работает самоотверженно, себя не жалеет. Под конец немного статистики. Прежней комиссии по помилованию с 96 по 2001 год, то есть за пять лет, были помилованы 36 901 осужденных. В тот период состав комиссии входили такие известные всем люди, как Пулат Акуджава, Анатолий Приставкин, Лев Розгон, Александр Бойт. После передачи этой процедуры в регионы с 2002 по 2016 год, то есть за 15 лет, были помилованы всего 890 человек. А народ у нас с древности жалеет заключенных. Их всегда называли несчастники. Вы знаете, в Сибири для бедных беглых каторшников крестьяне оставляли в лесных сорожках еду. Это сочувствие к несчастникам сохранилось до сих пор. Несмотря на телевизор, который стремится расширить в людях истерическую ненависть ко всем и ко всему миру. По всей стране эта истерическая атмосфера ненависти растет. Телевизор не зря старается. Но это не распространяется на несчастниких. Их по-прежнему жалеют. И добрую память сохраняют. О милостивых правителях, а не о скуплении помилования. Так что упражнение комиссии по помилованию предпрезиденте оказало вам, извините меня, плохую услугу, Владимир Владимирович. На этом закончу о процедуре помилования. Только скажу еще. Владимир Владимирович, будьте в глазах людей милостивым президентом. У нашего народа милосердие большой цене. Второй сюжет. Очень коротко. Есть такое общественное объединение. Конгресс интеллигенции. В него входят очень достойные люди. Вы убедитесь в этом под подписям. Под заявлением об этом объединении. Я вам его передам. Под ним уже около 3000 человек подписались. Я тоже его подписала. О чем мы пишем? Запретительные законы. Наша дума печет, как блинчики. В народе ее за это, простите меня, прозвали госдурой. А народ не дурак. Население Москвы, вашего родного Санкт-Петербурга и городов-миллионщиков перестали или перестают смотреть телевидение, переключаются на интернет. И одновременно в продвинутой части народа происходит радикализация протеста. Я не радикал по натуре. Я не хочу этой радикализации. И ухода протестных настроений под полье тоже не хочу. Всю жизнь была закрытость, даже если она опасна. Я хочу, чтобы народ, весь народ, а не только те, кто не хотят или не умеют думать, угважали и любили избранного нами президента. А для этого не нужно нас дурить по телевидению. Хватит всяких запретов. У нас уже запрещено более, чем нужно для того, чтобы можно было свободно дышать. И не нужно, чтобы для этого приходилось бежать из своей страны. Надо, Владимир Владимирович, изменить отношения власти к гражданам. Нас нужно убеждать, а не запугивать. Это труднее. Но это единственный путь к нормализации отношений между властью и гражданами. Особенно думающей частью общества. Конечно, это всегда меньшинство. Но оно все растет. Зачем я говорю об этом, Владимир Владимирович? Вы без меня это знаете. И поэтому спасибо за внимание. И, если можно, я передам вам свое письмо по академике Юрия Сергеевича Пивоварове. Заявление Конгресса, о котором, интеллигенции, о котором я говорила. И еще два письма, которые меня просили вам передать мои коллеги по совету. Спасибо большое. Что касается основного вопроса, совершенствования Института помилования, то, наверное, да не наверное, а точно мы должны всегда об этом думать, не думаю, что он является совершенным действующим порядком. Он у нас был установлен, по-моему, 15 лет назад, в 2002 году. Я напомню, что это было за время. Это было время очень тяжелых испытаний для российской государственности и кровавых событий на Северном Кавказе. И думаю, что такой вот порядок более административный, он тогда был востребован, имея в виду вот то обстоятельство, которое я сейчас упомянул. Но можно подумать и о возврате, возрождении Совета. Надо посмотреть внимательнее и проанализировать практику последних лет. И не спеша это решение принять. По поводу второй, ну, последней, завершающей части вашего выступления я здесь ничего говорить не буду. Вы правы, запретительных мер должно быть поменьше. Все решения должны быть направлены на решение конкретных проблем. Все акты государства, нормативные базы – это понятно. Что касается конкретных вещей, в том числе, скажем, виновности или невиновности губернатора Кировской области, это должен определить суд. Но, согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор, субъект Российской Федерации, берет деньги у предпринимателя и не в Кирове, а в Москве и не в рабочем кабинете, а в ресторане и не в рублях, а в долларах. Но это как-то очень странно. Поэтому, я думаю, нужно, не предвосхищая решение суда, дождаться этого решения. Спасибо вам большое за ваше предложение. Николай Карлович, прошу вас. Владимир Владимирович, прошу прощения, можно два слова буквально? Нет, секундочку, сейчас Николай Карлович выступит. Давайте мы все выступим, ладно? Те, кто вот коллеги заявились, а потом мы подискутируем. Надеюсь, время останется. Пожалуйста, Николай Карлович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, доклад, который, наверное, сейчас вам Михаил Александрович положит на стол, он довольно толстый, там чуть больше 30 страниц суммированных фактов, анализа и рекомендаций, остальное, что, собственно, создает объем, в основном это приложение. Я, походу, объясню, что за приложение. Речь идет о массовых публичных мероприятиях, в данном случае на примере 26 марта и 12 июня этого года. 26 марта акции состоялись в 61 субъекте федерации, акции было 136, из них 91 согласованная и 45 несогласованных. Это серьезнейшая проблема. Сразу скажу, лучше согласовывать, чем не согласовывать. Это, во-первых, соответствует нашей Конституции, ее 31 статье. Есть у нас, во-вторых, и федеральный закон номер 54, и в-третьих решение Конституционного суда, вот 4 февраля 2013 года. То есть законодательная база серьезная, хотя она и нуждается в развитии. Кроме того, практика, опять-таки, показывает, что лучше согласовывать. В ходе согласованных акций количество нарушений и задержаний стремится к нулю. Обе стороны должны желать согласования, но у власти несоизмеримо больший ресурс возможности, у них совершенно другая ответственность, уровень ответственности, поэтому у власти больший спрос. Вот первое приложение в докладе – это документы, демонстрирующие варианты отказов согласовывать акции по российским регионам. Там богатейшая коллекция, и она приводит, к сожалению, к неприятному выводу о том, что у руководства многих регионов, включая такие, как Москва и Санкт-Петербург, отсутствует желание согласовывать политические мероприятия. Каких только поводов для отказа там нет. Замена плиточного покрытия в Астрахани, экстренный ремонт поливочного водопровода. Иногда вообще никаких поводов, просто нельзя и все, как в Белгороде. Или как в Санкт-Петербурге, где вице-губернатор Серов публично заявил, что не собирался и не будет предоставлять площадку для оппозиционного митинга. Решил о митинге Алексея Навального, но какая разница? Будет хоть трижды Навальный. Нигде ни в Конституции, ни в законах Российской Федерации ничего не сказано о лишении оппозиции гражданских прав. Чаще всего поводом для отказа служит некое культурно-массовое мероприятие, которое всегда заявляется в то же время и на то же место. Как в Вологде художественная выставка была вовремя заявлена под названием «Весенняя фантазия». Иногда местные власти разгоняют согласованные митинги. Как-то было 7 октября в поселке Селятино на Рафаминского района Подмосковья, где люди вышли протестовать против строительства мусоросжигательного завода, их разогнала полиция по тем предлогам, что заминирована соседняя школа. Выяснилось, что этого не было, никакого сигнала даже не было на эту тему. По всему связанному с согласованием предлагаем оперативные согласительные комиссии с участием уполномоченного по правам человека соответствующего уровня. Цель – очное согласование мероприятий. Во время самих массовых акций от правоохранительных органов требуется проявлять сдержанность и прибегать к силе только в ответ на физическую агрессию и насилие. Никакие выкрики и призывы, если только это не призывы, к прямому насилию, поводом для задержания не являются. На всем пути от задержания до суда – нарушение. В автобусы грузят вдвое больше людей, чем мест в зарешоченном отсеке. Воды не дают, в туалет не пускают. После доставки в ОВД держат в холодном автобусе часами. Защитники сплошь и рядом не допускаются, обязательный звонок близким не разрешается. В камерах, не предназначенных для длительного содержания, задержанные проводят до 48 часов и более. Суд – это огромная проблема. Недопущение адвокатов, штампованные полицейские рапорты, написанные разными сотрудниками с одними и теми же ошибками – это массовое явление. И это наше приложение номер два, Владимир Владимирович. Там много таких рапортов, вы можете получить впечатление. Это как школьное сочинение, которое двоечники списывают друг у друга. Сами процессы по обвинительному сценарию проходят за несколько минут, как 13-14 июня сего года в Санкт-Петербурге, где за два дня были рассмотрены 943 административных дела. На некоторые ушло менее минуты. У нас в нашей стране на этот счет имеется, как известно, к сожалению, богатая юридическая практика. И сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, по-моему, самое время об этом вспомнить. У меня связано с этим личное воспоминание определенное. За пару лет до убийства Бориса Ефимовича Немцова в мировом суде Тверского района Москвы его осудили на 15 суток за сопротивление сотрудникам полиции. Я там был. Это было 2 января 2011 года. Я там был, наблюдал. Судья, красивая девушка лет 28, два сотрудника ОМОН, свидетели, которым Немцов весело сказал, «Ребят, вы же меня не брали». Они скромно потупились. Но их показания были приняты. По отличию от видеоматериалов, которые свидетельствовали о том, что Немцов не сопротивлялся, они не были приняты. И никакие ходатайства с его стороны не были приняты. Результат – 15 суток. Задача, как мне кажется, наша – защитить суд от профанации, вернуть ему авторитет и доверие. Я завершаю. Конкретно по ситуации с массовыми акциями наше предложение изложено на пяти страницах в тексте доклада. Целесообразным, если говорить о практических действиях для начала, представляется создание рабочей группы по расшиванию этих проблем. Но главное, без чего бессмысленны все рабочие группы и бесполезны все наши рекомендации. Это настрой на уход от репрессивно-полицейского акцента, который противоречит духу и смыслу нашей Конституции. Инака мысли не есть преступления. Государство не должно раскалывать общество, поощряя поиск врагов, всевозможных пятых колонн, агентов. Это, в конце концов, дело профильных ведомств и спецслужб. Государство должно стоять на сторожеконституционных ценностей, то есть гражданских свобод. В.В. Готовя этот доклад, мы исходили именно из этого нашего предположения. Это всё спасибо, но поскольку я о суде говорил очень мало, это очень важная тема, я бы просил вас предоставить буквально две минуты для профессионала в этом вопросе, моего коллеги Леонида Никитинского. Спасибо. Спасибо большое, Николай Карлович. Вы подняли важнейшую тему. Свобода должна быть гарантирована, и я с вами полностью согласен. Надо проанализировать практику, которая у нас складывается. Надо всё время её анализировать и всё время делать соответствующие поправки. Это касается и практики правоохранительных органов, и судебной системы. Сомнений нет. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, что, и это мы с вами тоже понимаем и знаем, к сожалению, некоторые группы протестующих или организаторы вот этих мероприятий, они специально сами часто обостряют ситуацию для того, чтобы привлечь внимание. Ведь нужно, мы же понимаем, да, что в сегодняшней ситуации для того, чтобы заявить свою позицию, выступить с критикой властей, начиная от муниципальных, окончая федеральными, достаточно обеспечить себе информационное пространство в интернете, в средствах массовой информации и так далее. Я могу себе представить, что органы власти загоняют куда-то там за бугор вообще все эти акции, во что бы то ни стало, не желая показывать где-то в центральных частях, особенно крупных городов. Но специально мешать нормальной жизнедеятельности крупных мегаполисов, перекрывать улицы там и ещё что-то, вызывая специальную агрессию или действие агрессивно, тоже неправильно. Нужно, мне кажется, работать с обеими сторонами этого процесса самым внимательным образом. Но ваша задача была обратить внимание на работу органов власти, судебной системы. Давайте обязательно посмотрим, обязательно не просто посмотрим, а подумаем и сделаем нечто такое, что пошло бы на пользу нашему гражданскому обществу, а в конечном итоге всей стране, всем гражданам. Спасибо большое. Вы хотели сделать какое-то замечание? Да, господин президент, я хотел бы сделать замечание в развитии именно того, о чём говорила Людмила Михайловна и Николай Карлович сейчас. Вот смотрите, какая ситуация. У меня нет официальной статистики, но только из моих знакомых, знакомых-знакомых, за последний год приняли решение уехать из страны примерно 20 человек. Это молодые люди, в первую очередь, люди от 20 до 35 лет, люди, которые по большому счёту не очень интересуются политикой. Это молодые учёные, это предприниматели, это деятели культуры. Почему они приняли это решение? Потому что с некоторыми я разговаривал лично, пытался его переубедить, потому что у них создаётся ощущение такой холодной гражданской войны, ощущение ползущего мракобесия, которое после выборов президентских только, по их мнению, усилится. Да, каждый по отдельности случай, дело Кирилла Серебренникова, истерика вокруг Матильды с поджогами, угрозами, ситуация вокруг эхо Москвы, сейчас нападение на Татьяну Филингару, или, допустим, дело Юрия Дмитриева, который сейчас, прямо в эти минуты, находится в СИЗО. Все эти дела, каждая по отдельности, можно рассматривать и находить там виноватых, находить повод. Но всё вместе, всё вместе, это создаёт ощущение нагнетания атмосферы той самой ненависти, о которой говорила Людмила Михайловна. Всё вместе это создаёт ощущение некой кампании по преследованию инакомыслящих. И даже если это в каждом конкретном случае не так, а мотивировано конкретными ситуациями, даже если для этого есть объяснение. И о том, о чём сейчас Николай Кавлович говорил как раз, про, опять же, атмосферу ненависти, преследования инакомысля, всё это есть. И это выгоняет многих молодых, в том числе лучших, из страны. Вы сказали очень важные слова о взаимном поощрении, об объединении нашего общества. Сейчас у нас действительно замечательная дата, раз в сто лет, говорят, такое бывает, столетие Октябрьской революции или Октябрьского переворота, расколовшего страну, обернувшегося огромными трагедиями. Сегодня вы будете присутствовать на открытии памятника мемориала жертв политических репрессий. Мне кажется, это потрясающая возможность вам, как лидеру государства, обратиться к народу и призвать к тому самому объединению, которое невозможно без прекращения той самой холодной гражданской, без прекращения той самой истерии, нагнетания ненависти, которая чревата очень плохими последствиями, я думаю, и для власти, и для общества, и для всех нас. Я абсолютно уверен, что ваш призыв такой будет услышан кем надо, и государственным телевидением, которое, скажем так, не последнюю роль играет в нагнетании той самой истерики. И еще хочу заметить, что не знаю, как это сделать технически. Я прекрасно понимаю, что вы не можете взять и сказать, вот давайте сейчас прекратим те или иные уголовные дела. Но опять же, я уверен, что ваш призыв, ваш месседж будет услышан. Сейчас идеальное время для того, чтобы как раз помиловать политических заключенных, либо пересмотреть как минимум уголовные дела в отношении них. Мне кажется, это будет предельно полезно для всего нашего общества и для его объединения как раз в эту годовщину. Спасибо большое. Что касается истерик, то я не думаю, что есть какие-то истерики. Хотя всплески, безусловно, имеют место. Но они везде же есть. Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах. Но вот там уж истерики, так истерики. Согласен, Владимир Владимирович, но мы-то живём в России, правда. Меня больше волнует Россия, а не Соединённые Штаты. Если позволите мне сказать, я закончу свою мысль. Значит, это первое. Второе, что происходит в Европе. И с Брекситом, и сейчас в Каталонии, и сейчас вот у нас намечается ещё там бог знает чего. И с терроризмом, и с возвратом, и с беженцами. Ну вот истерики, так истерики. Посмотрите, что там происходит. Поэтому всплески, они естественные. Мне кажется, не нужно этого пугаться, не нужно ждать у нас полного какого-то затиши. Такого никогда не было и никогда не будет. Но то, что мы должны реагировать на эти всплески, здесь я полностью с вами согласен. И нужно минимизировать негативные явления от этих всплесков. Вы их некоторые перечислили, я не буду повторять, но я солидарен с вами, как мне покажется странным, по некоторым позициям, которые вы изложили. Что касается дел, ну, дело Серебряника, он что, политический деятель, его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию. Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства. Ну да, он творческий человек, он художник. Вы знаете, кто только на меня с этим не выходил. Ну а замдиректора Эрмитажа, а замминистра, прокуратура, по-моему, кстати говоря, оспаривает его в вынесении решения суда по его делу и так далее. Там много чего нам, их тоже освобождать? Вы понимаете, ну давайте мы как-то будем относиться по-равному ко всем. Нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать. Но всё-таки мы все должны исполнять законы вне зависимости от того, каким видом деятельности мы занимаемся. Вы упомянули о Москве. Ну это-то здесь при чём? Ну больной человек пришёл. При чём здесь свобода слова? Владимир Владимирович, а вы... Да, можно я закончу? Приехал из Израиля, так? Напал на эту журналистку. Эхо Москвы работает за государственные деньги. Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция? Или в Штатах? Невозможно. Даже Russia Today и спутник наш загоняют в список. Не в такой, как у нас. А там конкретные ограничения, причём очень серьёзные, не морально-этического характера. Административный финансовый. Поэтому это не значит, что я не согласен с постановкой вопроса в целом. Хотя я знаю людей, которые выезжают. Количество отъезжающих резко сократилось за последнее время. Но те, кто уезжают, тоже не очень хорошо. С другой стороны, у нас свободная страна. И человек... Это нормальное дело, когда он где-то поработал, куда-то уехал, потом вернулся назад. Многие возвращаются сейчас, кстати говоря. И люди творческих профессий, особенно учёные. Я с ними регулярно встречаюсь. Я не хочу, чтобы кто-то уезжал вообще. И я думаю, что мы вместе с вами, с помощью ваших рекомендаций, должны добиться того, чтобы наиболее ценные люди, те, которые могут принести максимальный результат в ходе своей работы, этот результат реализовывали бы и себя реализовывали здесь. Добивались бы этого результата и здесь, и себя реализовывали здесь. Ну, если этому что-то мешает, конечно, мы с вами для этого и собираемся, чтобы определить, а что это такое. Ну вот вы обратили внимание на некоторые вещи. Я их для себя пометил. Но думаю, что вы должны согласиться с теми аргументами, которые я привёл. Со многими соглашусь, чтобы просто дальше не задерживать. Безусловно, хочу, чтобы выступили все остальные. А просто даже если это обычный псих, вот в голове у обычного психа, триггер работает быстрее в условиях атмосферы определённой. Да он же у нас не жил. И в ваших силах эту атмосферу не ставить. В ваших силах призвать эту атмосферу изменить, Владимир Владимирович. Вы можете это сделать. Он израильский гражданин, он оттуда приехал. Это вообще не имеет значения. Как это не имеет значения? Он же в этой среде, где вы говорите, такая обстановка. Или там? Он там жил. При чём здесь обстановка? Я говорю о главном. О чём мы с вами оба говорим? Мне кажется, в ваших силах повлиять на атмосферу в стране. Мне кажется, если вы это сделаете, будет очень... Да. Но вот что касается атмосферы в целом, думаю, что вы правы в том, что мы должны на это оказывать воздействие. Я услышал вашу рекомендацию. И действительно, без всяких шуток, без всякой иронии, я подумаю, где и как, при каких обстоятельствах сделать это так, чтобы этот призыв услышало как можно больше людей. Спасибо большое. Евгений Александрович Бобров, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, в Совет поступают многочисленные жалобы населения на недостатки существующей системы обращения с отходами производства и потребления. Мы провели на эту тему спецзаседания, несколько рабочих совещаний, в том числе с иностранными специалистами, и предлагаем реформировать эту отрасль на основе установленных законом приоритетов с участием населения и с максимальным учетом прав граждан, чтобы сделать ее цивилизованной. Проблема мусорных полигонов и нелегального размещения мусора связана с несоблюдением требований закона по уменьшению образования отходов и нехваткой инфраструктуры по приему и логистике. Хотя перерабатывающих мощностей в России достаточно, они испытывают дефицит сырья из-за отсутствия системы раздельного сбора. Вторым препятствием является НДФЛ от реализации вторсырья. На таких условиях ни население, ни предприниматели не хотят его собирать. Если отменить НДФЛ в этой части, то уже в 2019 году объем сбора макулатуры увеличится втрое. Соответствующий законопроект уже полтора года находится на рассмотрении в Госдуме, но пока не принят. Наибольшее возмущение населения вызывают планы строительства новых полигонов и мусоросжигательных заводов, места предприятий по сортировке и переработке мусора, а также непродуманность мест их размещения. Мусоросжигание ошибочно позиционируется как приоритетный способ утилизации отходов. В рамках национального проекта «Чистая страна» планируется строительство пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане, а потом еще семи. Помимо значительного вреда экологии и здоровью населения, не учитывается, что мусоросжигание не соответствует основным направлениям госполитики в этой сфере. Профильный закон об отходах производства и потребления устанавливает шесть приоритетов, мусоросжигание находится на последнем шестом месте. Это экономически неэффективно. Строительство и эксплуатация мусоросжигательных заводов крайне дороги, при том, что затраты на сжигание примерно в шесть раз превышают затраты на переработку раздельно собранных отходов. МСЗ предназначены для сжигания раздельно собранных отходов, чего в России пока нет и неясно, когда появится, а заводы строятся уже сейчас. Чем мусор более калорийный, тем он лучше горит. Отсутствие сбора опасных отходов приведет к сжиганию батареек, лекарств, отходов автохимии и токсичных веществ, которые будут сжигаться наряду с несортированной бумагой, древесными отходами, пластиком и органическими отходами. Раздельный сбор отходов даже в региональных территориальных схемах лишь декларируется. Там нет ни показателей, целевых ни мероприятий по снижению образования отходов. Для наименьшего выброса вредных веществ разным видам отходов необходима разная температура горения. При отсутствии раздельного сбора подобрать её невозможно. Аргумент о выработке дополнительной электроэнергии от МСЗ не учитывает её значительную дороговизну. В России это в пять раз дешевле остальных видов энергоисточников. И существующий в России энергоприфицит в 20 гигаватт. Евросоюз отказывается от мусоросжигательных заводов, рекомендует сосредоточиться на раздельном сборе и переработке, а также ввести мораторий на строительство новых МСЗ, выводя из эксплуатации старые. С учётом изложенного, Владимир Владимирович, Совет рекомендует приостановить реализацию приоритетного проекта «Чистая страна» в части строительства мусоросжигательных заводов, не строить их и не вводить в эксплуатацию, пока население не научилось раздельно собирать отходы и пока не налажена отрасль сбора вторсырья. Вместо мусоросжигательных заводов мы предлагаем разработать альтернативные мусоросжиганию проекты с развитием инфраструктуры для раздельного сбора и строительством мощностей вторичной переработки отходов в полезную продукцию. Необходимо внедрить раздельный сбор отходов населения по трём фракциям – органические отходы, вторсырьё и неутилизируемые отходы. Это позволит перевести деятельность перерабатывающих заводов на приём раздельно собранных отходов, что сократит сами отходы сразу в восемь раз. Нужно повысить информированность населения о необходимости раздельного сбора отходов путём социальной рекламы и просветительских акций. Также мы рекомендуем вам включить в рейтинг эффективности деятельности губернаторов показатели по раздельному сбору и формированию современной инфраструктуры обращения с отходами. Следует создать государственно-общественную систему мониторинга ситуации с образованием и утилизацией отходов с отслеживанием показателей на свалках, полигонах и МСЗ, её общедоступным размещением в интернете. Рекомендуем обязать производителей выпускать легко утилизируемую упаковку и принимать на переработку и утилизацию товары, вышедшие из употребления – батарейки, бытовую технику, стекло, пластмассу и т.д. Продукты питания с истекающим сроком хранения можно оперативно передавать нуждающимся социальным учреждениям, а это примерно треть ещё пригодных к употреблению продуктов. Сейчас они выбрасываются на свалки. Несмотря на выделение земельных участков под строительство первых мусоросжигательных заводов, к настоящему времени ни Росприроднадзор, ни население не обладают информацией об их детальных характеристиках и доказательствами безопасности для здоровья. Крайне неудачно подобраны и сами земельные участки. В частности, в Воскресенском, Нарофоминском и Солнечногорском районах они расположены в плотно населённых рекреационных местностях, а в посёлке Тимохов Ногинского района – в месте расположения одного из крупнейших в Европе мусорных полигонов. Это вызывает обоснованные протесты населения при наличии множества малозаселённых территорий на чуть большем удалении от Москвы. С грубыми нарушениями закона и прав граждан организуются публичные слушания по проектам строительства МСЗ. В частности, в Воскресенском районе материалы оценки и воздействия на окружающую среду такого завода разработаны и опубликованы до обсуждения технического задания на ОВОЗ, из чего следует, что инициаторов не интересует мнение общественности и делает слушания бессмысленными. Вопреки заверениям проинтировщиков мусоросжигательного завода, анализ материалов ОВОЗ показывает, что на заводе не планируется раздельный сбор вторсырья и опасных компонентов, все они будут сжигаться. В этих условиях резко усугубляют ситуацию срывы либо несогласований по надуманным причинам митингов против мусоросжигания за раздельный сбор отходов. Николай Карлович рассказывал про Селятина, я сам оттуда. Так вот, подтверждаю, что в это время там проходили соревнования по детскому картингу, когда школа была якобы заминирована. Фотографии у нас есть, в докладе мы их приобщили. Когда московские активисты хотели провести в октябре митинги на эту же тему, им было отказано в проведении митингов на любой из девяти разных площадей, где таковые проводятся, на том основании, что одновременно их там провести нельзя, на всех девяти. Когда они обратились о проведении митингов в парке «Сокольники», им было отказано, что в это время будет проходить другой митинг, хотя он был согласован только через два дня. И, Владимир Владимирович, на одно из обращений хотели бы обратить внимание. Постановлением правительства Санкт-Петербурга предприятию «Анабасис» выделен земельный участок под размещение мусоросортировочного и перерабатывающего завода в черте Санкт-Петербурга первого класса опасности, менее чем в километре от жилого квартала новостроек в Горелово и Новоселье, в 8 километрах от аэродрома Полково и в 6 от военного аэродрома Горелово, на расстоянии всего 1,5 километра от проходящих воздушных трасс. Массовое скопление там птиц может быть опасно для авиаперелётов. Надо этот вопрос проработать. И вывод. Сейчас перед Россией стоит выбор. Либо мы воспользуемся опытом цивилизованных стран и создадим эффективную систему переработки отходов, либо остановимся на технологии мусоросжигания и самостоятельно пройдём тот путь, на который страны Европы и США потратили 20 лет, чтобы потом понять, что мусоросжигание – это тупик, который похоронит переработку. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Вы сказали, что нам целесообразно воспользоваться опытом цивилизованных стран. Каков опыт цивилизованных стран? Примерно 1500 в мире успешно функционирующих заводов по сжиганию. 1500. Некоторые из них находятся в центре самых крупных европейских мегаполисов – в Лондоне, в Париже, в Берлине. Даже в Швейцарии, которая является лидером по переработке отходов, а не по сжиганию, там 50% этих отходов идёт на сжигание, а 50% на переработку. 50% на 50%. Вот такой опыт на сегодняшний день. Есть ещё одна деталь, на которую я хотел бы обратить внимание. Вы сказали, что нужно прекратить сейчас строительство вот этих перерабатываний, точнее, заводов по сжиганию, пока мы не научим людей отдельно собирать различные виды отходов. А когда мы их научим? Как это будет долго продолжаться? Вы понимаете, такая сложная вещь, как оказалось. Не скрою, я просто ещё год назад считал, что это решается где-то на региональном, муниципальном уровне. Сейчас понятно, что это явно недостаточно, что нужно предпринимать усилия уже с федерального уровня. В том числе, вот там кто-то поругивает эти прямые линии, но вот на прямых линиях как раз люди с ними обращаются, это уже польза немаленькая, что мы занялись хотя бы с их подачи вот этим на федеральном уровне. Но это не значит, что я против того, что вы сейчас сказали. Я нет, я не против. Надо только посмотреть внимательно, проанализировать всё, о чём вы сказали. И если есть какой-то другой, кроме сжигания, способ ликвидации этих отходов, более прогрессивный, более экологичный, то, конечно, надо им воспользоваться. Мы обязательно посмотрим, я вам обещаю. Ну, и уже точно, с чем я согласен из того, что вы сейчас сказали, это то, что нельзя определять места, значит, географию расположения этих заводов без консультации с людьми, без работы с теми людьми, которые живут на лежачих территориях. Так исторически сложилось, что в центрах крупных, как я уже говорил, европейских мегаполисов, там есть вот в европейских столицах, ну, прям непосредственно в близости от, разумеется, жилья, потому что это в центре почти городов находится. Но вы правы в том, что мы-то сейчас только приступаем к этому, поэтому здесь нужно очень бережно относиться к решению вопросов подобного рода. И я обязательно на это тоже внимание обращу. Спасибо вам большое за выступление. Борисов, Игорь Борисович, пожалуйста. Да, Владимир Владимирович, большое спасибо за предоставленное слово. Я несколько слов буквально по выборам понимаю, что у нас очень сжатый график, и полный доклад, и приложение к нему на 500 страниц также Михаил Александрович вам прямо сейчас передает. Третий год подряд мы на базе мониторинговой группы СПЧ проводим наблюдения за единым днём голосования. Цель нашего наблюдения – это содействие реализации избирательных прав граждан. Я, как раз, хочу обратить внимание, это, пожалуй, единственное, в единственном нормативном документе в положении нашей мониторинговой группы, она определена именно так – содействие реализации избирательных прав граждан. Мы сегодня видим даже инструкции партии, которые направляют наблюдателей, там нигде нет такой цели. Там всё, что хотите, есть, ради чего и наблюдает. От сбора нарушений, как работает комиссия, до обнародования их и дачи официальных комментариев средствам массовой информации. Но именно как содействие избирательной системы, такое вот впервые сделано в рамках мониторинга группы. По результатам мониторинга. Мы фиксируем позитивные изменения в рамках нашей избирательной системы, как реакция на запросы общества, отраженные в том числе и в наших отчётах СПЧ. Процедура организации выборов продолжает разворачиваться в позитивную сторону. И объективно мы чувствуем, что ситуация с недоверием и прежде всего центральной избирательной комиссии сходит на нет. Мы также хотим, чтобы эта ситуация продолжала распространяться и на все остальные комиссии – субъектовые, территориальные, участковые. И этот процесс, мы видим, постепенно идёт. Конечно, хотелось бы его ускорять, но над чем мы и пытаемся работать. Основной, наверное, вывод, к которому мы приходим накануне президентских выборов, мы считаем, что в избирательной системе мы не видим препятствий для того, чтобы выборы, которые планируются на март 2018 года, были организованы в соответствии с требованиями действующего законодательства и международными стандартами предъявляемых к организации таких мероприятий. Но, как и в любом обществе, есть ещё заинтересанты придать неоспоримым позитивным тенденциям негативный характер или негативный окрас, призывая к этому, как я считаю, мою позицию даже фейковых интерпретаторов, которые пытаются приравнять к избирательной системе распределение, законное распределение падения яблок с яблони, распределение, также попытаться его сделать и интерпретировать различными математическими методами, что такое же распределение голосов должно быть на каждом избирательном участке и вменяя в вину избирательной системы, что такого не получается сделать. И такие графики сегодня существуют, хотя мы попытались провести анализ по этой же методологии выборов в Соединённых Штатах Америки по своим президентам, у них тоже нет нормального распределения, но почему-то при такой развитой системе и технологии, как в Соединённых Штатах Америки, никто этим вопросом не занимается. Однако нам ставится в укор, что мы не попадаем под какие-то законы распределения нормального падения яблок с яблони, они падают в разную сторону. То есть попытка описать математическую моделью социальное поведение избирательной, мы считаем, невозможной. Хотя есть и другие мнения, я предполагаю, они сегодня будут здесь заявлены. Позитивные моменты, которые мы отмечаем. Во-первых, Владимир Владимирович, нам удалось сделать и представить вам консолидированный доклад, в работе над которым принимало участие порядка 30 различных неправительственных организаций. У нас есть сегодня гражданское общество в том виде, который он действительно существует, и мы выходим на определенные совместные результаты, где пишем порядка двух десятков рекомендаций. Кстати, надо отметить, что Элла Александровна, Панфилова, возглавляющаясь в Центре избирком, нам признала, что она к большинству из них уже приступила к исполнению тех рекомендаций, которые мы там указали, даже не дожидаясь вот этого доклада. То есть у нас позиции совпадают на взгляды и развитие избирательной системы, что нам очень импонирует. Также мы отмечаем дальнейшее поступательное развитие избирательной системы, но, может быть, повторюсь, что оно не теми темпами, которые мы ждем, но тем не менее найдет. Особенно мы видим, что актуальные вопросы решаются в рамках автоматизации этого процесса. Это использование и QR-кодов, и возможность голосования по месту пребывания без открепительных удостоверений, фактически. Это и возможность видеонаблюдения, которая по вашей инициативе начала реализовываться в 2012 году и до сих пор продолжается. Также мы считаем, что это должно быть видеонаблюдение развиваться, и в вышестоящей комиссии тоже целесообразно ставить на камере видеонаблюдения. Отмечаем, что закрепилась тенденция неудаления наблюдателей с избирательных участков. При этом юристы, большинство, кто оценил данную норму, считают, что эта норма вообще в принципе не рабочая. На последних выборах было два наблюдения, и только одно в установленном законном порядке через суд. То есть здесь надо подумать, чтобы норма не просто была, она действительно либо работала, либо ее вообще отменять, что наблюдатели не могут удаляться. Естественно, в своем докладе мы не говорим о том, что наша избирательная система достигла своего пика развития. Есть определенные, естественно, процедурные нарушения, мы их также отмечаем, но тем не менее мы говорим о том, что те процедуры нарушения, которые были отмечены мониторинговой рабочей группы нашего совета, не повлияли на реализацию избирательных прав граждан. То есть вот прямых таких фактов мы не отмечаем. Проблемы и некоторые вызовы, с которыми сталкивается избирательная система, и которые мы также видим и отмечаем в своем докладе. Первое. Это подчеркивая необходимость введения видеотрансляции, мы также отмечаем необходимость регулирования использования видеотрафика, который идет с данных избирательных участков. Сегодня фактически это не урегулирован данный поток. Но, соответственно, с частью третьей статьи 17 Конституции осуществление прав и свободы человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Что касается, по нашим данным, я делал запрос в соответствующей организации, обратите внимание, 950 тысяч просмотров от 10 сентября, практически миллион, было инициировано с IT-адресов из-за рубежа. Вопрос, для чего такое количество интересантов смотрят наши выборы и проводят видеозапись фактически образа человека и как он дальше будет использоваться с учетом тех технологий, которые сегодня существуют. То есть я лично озабочен тем, что образы моих сограждан оказываются в чужих руках и непонятно как и для каких целей они там будут находиться. Более того, мне даже известен, правда, я подчеркнул один случай, когда один избиратель просто отказался идти на выборы, мотивировав тем, что там работают видеокамеры. Но я повторю, что это единичный случай, но тем не менее мы можем предположить, что такие вызовы могут существовать, и те, кто работает на срыве Явки, могут запускать через интернет-технологии тот призыв, кто не хочет, чтобы он засветился и попал в руки, не ходите на выборы, потому что там работает видеокамера. Второе, как проблема, мы отмечаем также работу муниципального фильтра. Понятно, что на выборах в марте такая норма не работает, но мы также отмечаем в своем докладе, что она требует дальнейшего обсуждения, развития. Я предполагаю, что в рабочей группе в вашей администрации, уважаемый президент, мы продолжим после марта работу над этим вопросом, в том числе и с нашим участием. Не искоренны случаи злоупотребления правом, в том числе и на прошедших выборах 10 сентября. По разным причинам, в том числе и требующих как раз исправления законодательства. Например, у нас достаточно размыты права наблюдателей, но при этом статья 5.6 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации требует принятия мер со стороны полиции для пресечения таких прав. Ну, например, у наблюдателей есть право знакомиться со списками избирателей, и не установлено сколько раз. Лично встречался таким образом, что пытается каждые 5 минут попросить у председателя комиссии список для того, чтобы ознакомиться, что там. Председатель ему отвечает, ну подождите, я даю возможность проголосовать. Он говорит, а у вас уже 2 проголосовал, дайте я еще раз пересчитаю, отметили вы или 2 или 3. Единичные случаи, но надо их четко регулировать правом. И звонят в полицию с требованием пресечь это нарушение, фактически полицейских, втягивая в организацию избирательного процесса. Второй пример опять в случае злоупотребления правом. Речь идет о представителе средств массовой информации, которые пытаются наблюдать, представляясь как представителем средств массовой информации. Статистика. На выборах 10 сентября из 1633 журналистов, 1015 было зарегистрировано от одной организации. Итогово какого-либо материала, обзора я от них не видел. То есть это злоупотребление правом журналистикой, поэтому мы в своем докладе считаем, что необходимо решать вопрос с представительностью общественности на избирательных участках. Как рекомендацию мы говорим, что должны присутствовать представители направленной общественной палаты, либо нашим советом при президенте. Потому что вот эти серые схемы, серые возможности ни к чему хорошему не приводят. В рамках развития системы получения информации о гражданах также мы видим еще одну проблему, связанную с подачей жалоб, анонимных жалоб через интернет. Сегодня и Центральная избирательная комиссия, комиссия субъектов Российской Федерации позволяет присылать электронные сообщения о правонарушении. Но мы знаем, что прав без обязанностей не бывает, и за счет вот таких анонимных нарушений, на которые стали реагировать в том числе и правозащитные организации, мы иногда втягиваемся в пустые проверки, в которых ничего не бывает, а просто подозрения. Предлагается все-таки установить порядок внесения вот этих электронных жалоб, обращений через сайт госуслуги, где у нас уже почти половина населения зарегистрировалось, чтобы исключать возможность получения недобросовестных таких обращений. Предложения, на которые хотелось бы обратить ваше внимание, они также отражены в докладе, включить деятельность по осуществлению общественных наблюдений на выборах в перечне видов деятельности социально ориентировать некоммерческих организаций. Потому что здесь вопрос плохой. Вопрос, точнее, прошу прощения, простой. Если государство не хочет кормить своих наблюдателей, то их будет кормить другое государство. И такие примеры у нас, они общеизвестны. Предложить также МВД совместно с ЦИК России, совместно с нашим Советом, разработать более деталью и подробную инструкцию поведения полицейских, его прав и обязанностей на избирательных участках, чтобы избегать вот таких провокационных моментов. Уважаемый Владимир Владимирович, заканчивая, я хочу сказать, что история развивается по спирали и всегда должна учитывать ошибки прошлого. В настоящее время в том положении, в котором находится Россия, далеко дело перспепенной важности возникновения в обществе независимых сил, которые поставили бы себе задачу охранения порядка и противодействия безрассудным требованиям и анархическому брожению умов. И это не мои слова, это более 100 лет произнес ведущий русский правовед, один из на положение конституционного права, Борис Николаевич Чечерин. Как раз, наверное, сегодня возникло спустя 100 лет, а он это говорил накануне революционных событий двух десятилетий, начала прошлого века, что пора вот эти слова вспомнить. И также, Владимир Владимирович, заканчивая, хочу передать две записки с точки зрения возможного принятия решений, детальной их проработки, о том, о чём я говорю. Спасибо. Спасибо. Игорь Борисович, я не буду вдаваться в детали. Ясно, что… Передайте, пожалуйста. Ясно, что работа, которой вы занимаетесь и ваши коллеги, является чрезвычайно важной для гражданского общества, для государства, для всех граждан, потому что от этого зависит взаимоотношение между обществом и властью. Доверие к обществу от этого возникает, либо оно не возникает. Поэтому я сейчас, повторяю в детали, вдаваться не буду, но обязательно внимательно самым образом и я, и мои коллеги посмотрим на результаты вашей работы, это и повод для того, чтобы ещё раз обратиться к действующему законодательству, к правоприменительной практике, к административным процедурам. Всё это будет проанализировано. По поводу того, чтобы признать организации, наблюдающие за выборами в качестве социально-ориентированных некоммерческих, тоже можно, но только не те, которые финансируются из-за границы. При этом способ финансирования не имеет значения. Это прямые переводы или наличные деньги. Вот если финансируются, они не могут быть признаны социально-ориентированными, потому что они ориентированы на интересы другого государства, если работают в политической сфере. А в целом, думаю, что все заинтересованы в том, чтобы такой вид деятельности общественной был поставлен на такую солидную основу и вносил бы свой существенный вклад в укрепление российской государственности. По поводу того, что образы наших граждан-избирателей собираются кем-то и как-то используются, но образы – это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это для себя зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса. Поэтому и в первой части того, что я сказал, всё это взаимосвязано, понимаете. Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться, они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны. И с учётом ваших замечаний будем выстраивать эту работу. Уважаемые коллеги, у нас ещё несколько минут есть, если кто-то хотел бы что-то дополнительное сказать. Пожалуйста. Господин Президент, спасибо большое за предоставленную возможность. Вы совершенно правы, Россия – страна свободной. Общественные дискуссии в нашей стране, я бывал во многих странах, одни из самых свободных и развернутых, и страсти, которые кипят в ходе этих дискуссий, это проявление, скорее, именно внутренней свободы и желания высказываться. Я хотел бы при этом коснуться такой очень популярной среди молодёжи сферы, как интернет, благосфера. Сегодня бешенными темпами развивается YouTube, и интернет и благосфера – это проявление карнавальной свободной культуры критики, высмеивания, в том числе, власть имущих, богатых, которые традиционно, в том числе, для русского народа. Вот недавно был такой выпивающий случай, когда ребята из Кемерово, очень популярные в интернете, высмеяли одного олигарха, и из Москвы в Кемерово прилетела опергруппа, которая вломилась к ним в дом и забрала их технику. Хотя, казалось бы, даже если это какой-то гражданский иск, кто-то недоволен, то на месте это, как правило, проводится опрос, посылается какое-то поручение. Хотелось бы, чтобы такие вопиющие случаи, как было сейчас в Кемерово, получили какую-то должную оценку и свобода людей высказываться, вышучивать, критиковать, смеяться и быть гражданами России, в полной мере, как им это предоставляет Конституция, была бы гарантирована. И второй момент, который я не могу не сказать, это о правах заключенных в современных тюрьмах. Я хочу напомнить опять о одной из самых, к сожалению, бесправных частей заключенных, о мусульманах. Каждый мусульманин, который арестован, сразу попадает под некую такую черную метку, что чуть ли он не террорист, игиловец, и с ним можно делать все, что угодно. За мусульман очень плохо заступаются правозащитные организации, и когда говорят политзаключенные, то, как правило, имеют арестованных активистов на 20-30 дней, совсем не имеют в виду людей, которые получают большие тяжелые сроки. Есть масса свидетельств, я готов передать администрацию президента, безусловно, чтобы сейчас не задерживать, о том, что людям запрещают молиться, насильно кормят свининой, насильно бреют бороды. Последний вопиющий пример – это дело одного имама из города Хасавюрта, который был осужден на колонию-поселение, отца семерых детей. По этой статье его не имеют права отправлять дальше, чем на 400 километров от места совершения преступления. Его из Хасавюрта перевезли в Омск. Безусловно, он не может заботиться о своих семи детях. Его насильно обрили, и до вмешательства правозащитников не разрешали молиться и соблюдать обряды, хотя это даже не тяжелая тюрьма. Я знаю вас как человека милосердного, как человека, который ответственно и всегда защищает права человека и конституционные принципы. Я прошу вас обратить внимание на эти две проблемы. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Только мне нужны материалы какие-то, да? Конечно, подумеется, потому что я перебрал. Хорошо, хорошо. Что касается оба этих направления, о которых вы сказали, требует дополнительного внимания. Что касается первого, то это вообще безобразие, если там частные дела какие-то, опергруппа приехала, значит, они ещё обслуживают правоохранительные органы, обслуживают олигархов каких-то. Надо просто с этим разобраться. Я, поскольку не знаю сути дела, посмотрим обязательно. Давайте на эту сторону приедем, да, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, я передал вам информационную записку. Она называется «Дискриминация граждан России за рубежом». Анализируется ситуация за последние пять лет и в итоге делается вывод о том, что имели место незаконные задержания, аресты, депортации российских граждан, грубо нарушался порядок содержания россиян в местах лишения свободы за рубежом, преследованию при исполнении своих профессиональных обязанностей подвергались российские дипломаты, общественные деятели, правозащитники и журналисты. Приводится большой перечень подобных фактов, фактов вопиющих. И в итоге такие рекомендации создать, возможно, при Министерстве иностранных дел Российской Федерации рабочую группу из представителей профильных НКО, юристов, адвокатов для мониторинга фактов дискриминации граждан России за рубежом, выработки механизмов правового реагирования и защиты, предусмотреть пути поддержки профильных НКО, которые успешно оказывают правовую защиту граждан России за рубежом, способствовать развитию международной деятельности этих НКО, в том числе и на площадках ООН, Совета Европы, ОБСЕ, активнее развивать контакты с партнёрскими НКО, юридическим и адвокатским сообществом в зарубежных странах с целью более эффективной правовой защиты граждан России за рубежом. Спасибо. Мне кажется, хорошая идея, без любого времени тереть. Мне кажется, да, правильно. Это может быть даже более эффективно, чем просто административные усилия самого Министерства иностранных дел. Пожалуйста. Спасибо за предоставленную возможность. Было выступление о выборах Игоря Борисовича, но здесь он очень много сказал свое собственное особое мнение. На что бы я хотела обратить внимание. В докладе мы подчеркиваем, что основной проблемой, которую сейчас мы наблюдаем на выборах, это снижение явки избирателей. Это просто падение явки избирателей. То есть на последних выборах губернаторских 32% явка считается высокой. И вот это как раз проблема, которая волнует наш сообщество больше всего, потому что мы теряем институт выборов именно из-за того, что граждане перестают пользоваться этим инструментом. В чем проблема? Проблема, которую мы видим главную, это, конечно, снижение конкуренции. Вторая проблема, которая, безусловно, это снижение доверия граждан к тем результатам, которые они видят в результате подсчета. И вот если говорить о снижении конкуренции, то здесь много вопросов, и много вопросов дискуссионных. Это и возврат избирательных блоков для малых партий, потому что нам действительно вот это огромное количество партий, зарегистрированных сегодня, не может участвовать в избирательном процессе при неравных условиях с партией парламентским, когда даны парламентские преференции. Избирательные блоки были в законодательстве, и неплохо было бы их вернуть. Неплохо было бы вернуть и порог явки, который был у нас в законе 25% на местных выборах, 50% на федеральных выборах. Это как раз стимулирует очень сильную работу всех органов власти по просвещению избирательных о том, что выборы вообще происходят. То, что мы видели в Москве, это вообще-то сушка явки. И в ряде регионов мы это тоже видим. По сути дела, мобилизация идет только ядерного электората, все остальные просто не оповещаются о том, что идут выборы. Но вопрос, который вы сами можете решить очень быстро, и этот вопрос дискуссионный, который сейчас действительно очень серьезно обсуждается в избирательной комиссии, это видеонаблюдение. На прошлых своих выборах вы ввели видеонаблюдение, это был такой прорыв, который, ну, в общем-то, надо очень высоко оценить на самом деле, потому что, имея 100 тысяч избирательных участков, мы, по сути дела, не можем закрыть их все нормальным наблюдением. Естественно, что для того, чтобы мы могли оценить, что реально произошло в день голосования, чтобы не было домыслов и прочего, видеонаблюдение – это и уникальный инструмент. Но кроме того, что этот уникальный инструмент работает для фиксации того, что произошло, он еще должен быть таким же уникальным инструментом, для того, чтобы потом, после выбора, можно было проанализировать, а что там было на самом деле. Если вы вспомните, на прошлых выборах, были совмещены выборы в Астрахани, и там Шейн сорок дней голосовал, сорок дней, ой, голодал, извините, голодал для того, чтобы получить эти самые видеозаписи и потом их проанализировать. У нас есть даже фильм «Голодный протест» в Астрахани, и он до сих пор еще висит где-то на сайтах. Так вот, для нас очень принципиальная позиция в этом вопросе – это получение вот этих самых видеозаписей, потом, по итогам выборов, для того, чтобы иметь возможность, а, проанализировать, что произошло, и, б, предоставить эти видеозаписи в суды, и они принимали суда как доказательство, если там выявлены нарушения. Сейчас это огромная проблема. Это огромная проблема. Мы вот на спецзаседании буквально показывали, что на одном из Санкт-Петербургских округов фактически сделана огромная работа. Выявлено 100 человек, 100, которые совершали карусель, так называемую, голосовали многократно на избирательных участках. Работа проделана. Все, вся эта вот, весь этот материал представлен, представлен в фотографиях, в видеозаписях. Суды не принимают вообще это к рассмотрению, и это сейчас очень серьезный вопрос. Второй вопрос, который для нас очень важен – это общественное наблюдение. Опять-таки, Игорь Борисович высказал исключение на собственную точку зрения, что надо вернуть общественное наблюдение общественным палатам. Нет, его надо вернуть общественным организациям. Мы хотим гражданского наблюдения, не политического, значит, мы должны вернуть его именно общественным организациям. Да, конечно, профильным, который действительно, в общем-то, ставит свои цели в защиту избирательных прав граждан. Это главная защита. В общем-то, но, естественно, что мы не решаем эту проблему только наблюдательским сообществом. Я уже говорила об этом год назад, и Владимира Владимировича тогда тоже обратили на это внимание. Но я бы еще к ней, к этой проблеме вернулась, что кроме наблюдателей нам нужны независимые от исполнительной власти избирательные комиссии. У нас в законе когда-то было 25% в избирательную комиссию, членов комиссии от исполнительной власти. Сейчас 50%. И хотя Элла Александровна действительно с этим борется активно, и действительно пытается своими собственными методами менять вот это соотношение сил внутри избирательных комиссий, но лучше это делать законодательно, лучше это делать все-таки системой, потому что независимая избирательная комиссия решает огромную проблему. Ну, я понимаю, что всем очень хочется еще много высказать, поэтому на этом я заканчиваю. Спасибо большое, но, к сожалению, сейчас, сейчас, извините, но там вот Михаил Александрович сказал, там же на улице у нас мероприятие, там люди писали, да, потому что я думаю, нам придется, к сожалению, не сердитесь, ради Бога, придется прекратить, но я бы хотел вот коротко Лилии Васильевне ответить просто на некоторые вещи, которые она затронула. Вещи, безусловно, важны, и снижение явки – это серьезное дело. Ну, должен сказать, что это не только для России, не только в России это происходит, а по сути везде, где нет какого-то особого всплеска, там, связанного с какой-то внутриполитической ситуацией, там достаточно такая, ну, как у нас, примерно, такая явка есть везде. Вот, но это не значит, что мы должны спокойно на смотреть, я согласен с Лилии Васильевне в том, что нужно работать с гражданами, показывать, насколько важны выборы в любом уровне. Ну, безусловно, очень важна и конкуренция, которую мы должны обеспечить, чтобы повысить интерес, и не только повысить интерес, а сформировать более эффективную власть, которая отвечала об отчаянии людей. Вот что самое-то главное. А по конкретным вопросам, по поводу того, чтобы блоки вернуть или создать, не знаю, были у нас как-то блоки разрешённые. Но это вопрос, конечно, с которым нужно переспать, что называется, подумать, взвесить все «за» и «против». Вы считаете, что их нужно вернуть. Но Вы сами сказали, что это вопросы дискуссионные, поэтому надо подискутировать, надо послушать тех, кто считает, что, может быть, это нецелесообразно. Надо просто внимательно посмотреть, что это даст нашей политической системе. Просто лишнюю болтовню какую-то или даст возможность пройти во власть людям, которые, вот этому множеству, которые будут высказывать свою точку зрения, будут там теребить на всех уровнях от власть имущих над муниципального до самого верхнего. Надо просто внимательно посмотреть на последствия. И то же самое касается права всем общественным организациям выдвигать наблюдателей. С одной стороны, вроде это неплохо, я, честно говоря, «за». Надо с политическими партиями тоже поговорить. Надо понять их точку зрения на этот счёт. Ну и по поводу записи. Я первый раз слушаю, что кто-то требовал записи, ему не дали, там из-за этого он голодал. Честно говоря, даже вот как ни странно, мимо меня это прошло. Но для меня это странно даже выглядит. Потому что, да, действительно, я был инициатором, я придумал эту видео, значит, фиксацию. Я исходил из того, что это транслируется в интернете, там это же можно записать и хранить вечно. Я просто не понимаю, в чём даже проблема. Суды не принимают? Суды не принимают? А, понятно. Ну хорошо, надо подумать. Честно говоря, даже я до этого просто не додумался. Я считал, что если идёт, значит, видеорепортаж, что называется, с места события, он может быть записан, то, пожалуйста, кто хочет, может его использовать и вечно хранить. Я услышал, честно говоря, неожиданно, слышал на пару темы, обязательно подумаем над этим. Спасибо большое. Коллеги, ну не сердитесь, ради бога, ну надо идти. Там высоких холод. Встретимся, ну или в декабре, или, как вот Михаил Александрович сказал, уже в новом году. Не будем затягивать, ладно? Хорошо, постараюсь. Я постараюсь, честно. Мне, конечно, наши встречи полезными являются. Спасибо вам большое. Спасибо.